Телекомпания «Вид» представляет Мы отправимся в самую глубинку тропической сельвы, в национальный заповедник Дарьен, где на границе с Колумбией живут индейские племена Нока и Моги. Но необычность не в этом. Мы с вами посещали в свое время и племя длинноухих и длинношеих дам, что проживают на севере Таиланда, бывали в гостях у массаев, что обитают в кенийской саванне, знакомились с племенами бушменов и зулусов, живущих в Южной Африке. Но всегда это было несколько в торопях. Недолгое экскурсионное посещение. Сегодня же мы проведем целый день с ночевкой в индейском поселении. Они разрешили себя снимать, и я пытался быть не назойливым. Старался, чтобы на меня поменьше обращали внимание. Одним словом, я попытаюсь вам передать жизнь этого племени так, как она проходит с утра до вечера. Так они жили год назад, и сто лет, и тысячу. И думаю, что так они будут жить и тогда, когда вы, поддавшись на мои уговоры, приедете сюда, в Панаму, и заберетесь в самую глубинку тропической сельмы. Помните ли вы, друзья мои, что в первой части нашей киноэпопеи о Панаме, позапрошлое воскресенье, я рассказывал вам о Портабелло и обещал показать уникальный храм, где находится фигура Христа, черного Христа, Христа Негра. История его о негритянивании такова. В начале 1620 года из Портабелло отплыл корабль, груженный золотом. На его борту находилась фигура Иисуса, вырезанная из красного дерева и предназначенная для собора в Севилле. Но корабль напоролся на риф и затонул. 20 октября 1620 года на берег выбросила фигуру Христа. За время пребывания в соленой воде она почернела. Население Портабелло, которое состояло в основном из негров-рабов, работающих на плантациях сахарного тростника, сочло, что Господь послал им добрый знак и защитника. И свершилось чудо, как говорил Карлсон. Друг нашел друга. Нет, действительно, с того момента климат стал более мягким, а люди стали меньше болеть. Восторженные жители построили этот собор. И с тех пор, каждые 20 октября, вот уже 4 столетия подряд, черное население Центральной и Южной Америки собирается в этом храме, чтобы просить милости у Иисуса. Новые черные преподносят Иисусу богатые одежды от Версачи и драгоценности от Кортье. Бедные, старые черные, свои скромные дары. Дева Мария держит в руках кандалы, символ неволи. Она считалась покровительницей рабов, а после того, как рабство отменили, покровительницей всех узников. Однако продолжим наше путешествие по Сельве. Чтобы быть совсем близко к природе, ее любители останавливаются в национальном заповеднике Собирания, в очень симпатичном четырехзвездочном отеле. Сюда приезжают на отдых ценители экологического туризма, образно говоря, ботаники. В этом отеле они проводят только ночи, чтобы с раннего утра и до сумерек пропадать в Сельве в поисках новых и острых ощущений. Рядом с отелем построен фуникулер, поднимающий туристов на вершину горы. На горе возвышаются обзорные 30-метровые башни. С верхней площадки открывается панорама заповедника. Внизу, в тропических зарослях, среди сказочных цветов и экзотических растений, обитают порхающие, ползающие, кусающие и мурлыкающие хозяева, подлинные хозяева этой древней земли. Субтитры подогнал «Симон» В тихих заводях прячутся крокодилы и кайманы. Их легко отличить друг от друга, если подойти к ним поближе. У кайманов, если я не путаю, короткие мордочки и несколько иное строение передних лапок. А у крокодилов – длинная морда. Но с особо любопытными они расправляются одинаково быстро и решительно. Это жестокие убийцы. А над ними порхают ангельские создания. Кстати, знаете ли вы, что бабочки не могут спариваться на лету? В отличие от наших застекольных тинейджеров, они ищут укромное место и предаются любви в течение часа. У вышедшей из кокона маленькой бабочки вместо крыльев крохотные отростки. Но затем происходит чудо. За 20 минут крылья отрастают. Самки недолго живут. Спустя несколько дней бабочки тихо и незаметно умирают. Вся эта красота живет только несколько дней. Рядом с гостиницей в 15 минутах ходьбы индейское поселение. Несколько семей живет за счет сувенирных поделок. Вообще-то они запрещают себя снимать, хотя мне и удалось. Но все же я не стал настаивать, зная, что вскоре нам предстоит поездка в самые глубь сельвы, на юг, на границу с Колумбией, где живет племя индейцев Моги. Конечно, не каждый захочет идти в сельву, чтобы в течение долгих часов выискивать и отслеживать диких животных в их естественной среде. Для ленивых, но любознательных, предлагается экскурсия в местный зоопарк, где все эти создания представлены во всем великолепии, но будучи упрятанными за решетку, чтобы им не причинили вреда посетители, которые так и норовят почесать по брюшку обезьянок тети или за ушком, игривую кису. У Ричарда, нашего гида, в этом концлаге живет подружка. Ее зовут Моника. Еще за сотню метров она отличает Рича и радостно приветствует любимого. Она нежно протягивает ему руку и многообещающе смотрит в глаза. Когда Рич должен уходить, Моника плачет и тоскует до его очередного прихода. Жена Ричарда эту связь не одобряет, но в зоопарк не ходит. Завидев ее, Моника впадает в ярость и готова перегрызть решетку, лишь бы добраться до соперницы. Такая вот лав-стори. На другой день мы отправились на юг Панама, в заповедник Дорьен. Вначале мы приземлились в небольшой рыбацкой деревушке Ла Пальма. В Панаме проживает несколько десятков народностей. Это плавильный котел, в котором перемешалась испанская и индейская кровь, густо замешанная на африканской. Мулаты, метисы, индейцы, карибские потомки чернокожих рабов, колумбийские и гватемальские индейцы, потомки французских строителей канала, испанцы. Это очень интернациональный состав, поэтому понятия расизма в Панаме отсутствует. Уровень жизни в провинции несколько ниже, чем в столице. Если средний заработок в Панаме-сити 600 долларов в месяц, то здесь он несколько ниже. Зато здесь много грифов. Несмотря на свою неприглядную внешность, это одна из самых умных птиц в мире. С высоты двух километров грифы веют добычей, начинают над ней кружить. Вожак подлетает, опускается на жертву и разрывает ее. Это знак для остальных грифов, что можно приступить к еде. Голова грифа лишена перья для того, чтобы проще было просунуть ее внутрь падали. Если гриф переел и не может взлететь, а перед ним появляется враг, гриф выплевывает в него кислоту из желудка. Эта кислота весьма едкая и концентрированная, так как должна переваривать мертвичину и защищать грифа от микробов и бактерий, содержащихся в падали. Она может вышить глаза противнику грифа, но если опасность слишком велика, гриф выплевывает пищу и взлетает. Приятного аппетита! Попасть к индейцам можно по реке только в первой половине дня, пока прилив позволяет проходу лодки. По берегам растут мангровые деревья. В пути мы встречали и гуан, и белых цапель. Сидя на ветках, цапли какают в воду. Рыба принимает их экскременты за червячков, всплывает, и тут-то цапли и ловят ее. Для тех, кто не успел, повторяю. А это мангровый гавилан, очень редкая птица. А так растут бананы, основное лакомство индейцев. Вот мы и приплыли. На пристани нас встречала официальная делегация. Самые красивые девушки племени Моги. Они пришли приветствовать нас и проводить в деревню. Красавицы сделали ради нас специальный экзотико-эротический макияж и окрасили в черный цвет ладони. Знак особой симпатии. Привет! От пристани до деревни около полутора километров. Индейская тропа проходит сквозь живописные джунгли. В селении живет 300 человек, а всего индейцев Моги сохранилось 400. То есть это очень малочисленная и потому уникальная этническая группа. Поэтому, если удастся поехать в Панаму, обязательно посетите это племя. Они очень дружелюбные, открытые люди. И исправьте мою ошибку. Возьмите побольше мелких сувениров. Они будут несказанно счастливы. Только возьмите такие, чтобы они не испортили экологию их образа жизни. Дари, но не повреди. Из примет цивилизации в деревне существует водопровод. Естественным образом вода поступает по трубе с соседней горы, где находится чистый источник. А еще нас поразило наличие телефона. Оказалось, им пользуются редкие туристы. Он имеет спутниковую связь со столицей. Надо только иметь телефонную карточку. Напомню, что те, кто откроет до конца года в Альфа-банке пластиковой карточки Visa Classic и MasterCard Mas, получат замечательный подарок. Карту Нож Викторинок. Только первые 5000 клиентов. И только до конца года. Прежде чем отвезти нас в местный отель, нас завели в концертный зал, где вокально-инструментальный ансамбль под руководством министра культуры племени господин Эмилиана приветствовал нас специально написанной в честь нашего приезда сюитой. В селе есть школа, но нет врача. Всех лечит шаман. А это его коллега Повитуха. А затем Эмилиана провел нас по деревне, к нашему отелю. Меня поразила чистота и аккуратность, царящие в деревне. Это первая леди, жена вождя племени, в праздничном украшении. Лестница, ведущая в отель. Эмилиана говорит нам добро пожаловать. А вот и наш багаж, доставленный из лодки. Отель оказался просторным и очень светлым. Туалет и душ внизу, на первом этаже. Причем очень чистенький, куда чище, чем в наших деревнях. А ведь здесь постоянная температура 30-35 градусов в тени. В следующей передаче мы познакомимся с искусством племени Моги. Их традициями, нравами, их жилищем, с бытовыми подробностями. Это вот, например, индейская туалетная бумага. Вы узнаете, за какие провинности в племени сажают в тюрьму местную бутырку. Побываем в племени индейцев Чока и на острове, где обитает племя Тартугас, еженедельно пожирающая одного из соплеменников. А теперь вам представляется прекрасная возможность самим ощутить все прелести романтической жизни на необитаемом острове. А для этого надо только связаться с нашим агентством. Так что до встречи. Пока. Лучший друг министра культуры Эмилиана Д.К. 737-07-93 Туристическое агентство Путевые советы. Оно организует ваше путешествие в Панаму с учетом всех ваших капризов и пожеланий и предложит максимально разнообразную программу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова